Регистрационное дело и попросить копии вот этих документов. Дай ручку. Не надо снимать. Я журналист, имею право, что почеты делают. Это моя личная... Когда вы получите заверенные копии, мы сейчас то же самое, у нас посещаем, есть дела по земле, там, из Карада, мы так пошли, затребовали эти документы с регистрационного дела. Мало того, что половины нет тех, что должны быть, так еще и вот эта заполненная регистрационная карта, она вот, подделка просто. Короче, у вас пистеть уже нет, у нас все есть, как в Греции. Значит, первый запад называется. Там не запад, там форма. Я делаю запад. Да, вы делаете не про публичную информацию. Вы делаете, но он платный. Там за каждый документ нужна... Поэтому вам нужно хорошо подумать, что вам брать. Вам нужно брать вот эти решения загальных сборей. Хотя бы одно для начала. Чтобы вы могли понять, насколько подделаны эти документы. Понимаете? А уже потом, когда вы разберетесь, то есть вам регистратор. Вот обычно... Секундочку. А если идет уголовное дело, я могу нести еще написать, чтобы он сделал это дело? Можете ему написать. Секундочку бесплатно? Вот это надо посмотреть. По-моему, да. Зачем мне поднять, когда он выбрал данного дела? Можете магнотные лица. Что подделываются документы, мне ставят известный аквакт. Просто проблема в том, что тогда они, во-первых, смогут переписать. Понимаете, как? Вы же понимаете, что следователю дали. Понимаете? Смотрите, по поводу следователя. Я 31 числа написал, что я его предпочтен. Или не регистрировались. Я прошел 38 судов, операционных. Внес в ЕРДР. Я понял. Я вам не за это говорил. Я понял. Я не за это умарю. И мне дадут и второго. Потому что, насколько я знаю, мы ставкивались. Когда вначале у нас народ начал требовать, мы просто к нам люди приходили, скажем так, тоже по этому поводу. У СБВ, это уже там, амулет шесть, наверное. Там какой бардак. Они что хотят, то и делают. Я себе начальник, какие зарплаты я там установил. Короче, доступ к информации об использовании денег, которые им платят, в общем, иной просто. Так вот. Я говорю, что о том, что у меня денег есть. То есть они будут следовать. Для того, чтобы вы не болеете. Понимаете, что дело? Они потом это все либо подделают и поменяют. Плоть до того, чтобы вы думаете, ему же регистратором. Вам нужно это сделать. Неужиданно. Понимаете? Я могу сначала сам взять, потом еще заверный написать. А потом следователю можете, чтобы у вас на руках был документ. То есть вам нужно налаживать члены, заверанную копию вот этих установочных сборев первых и вот этих последних, которые... То есть когда вы там документ получили, а он у меня внутри левый, то тогда уже можно будет... Тогда вы получите его немножко в печали. Это будет уже... Хорошо, Сергей, вот так называется. Сказал орган, который регистрации. Это не статистика? А-а-а. Сейчас я вам... Нет, это не статистика. Это на настоящий... Там не реестр, ребят, смотри. До 2014 года... Это сколько минуты должны быть? Нет. Сейчас поменялось это все. До 2014 года были госрегистраторы в экономических комитетах. То есть у вас есть регистратор районный, то при этой раке должен быть регистратор. Должен был быть. Потом это все передали в Грежавную регистрационную службу, в Министерство юстиции. Но они сейчас провели в этом году опять реформу. И они сейчас эти службы... В каком она состоянии, я не знаю. У нас в городе вообще не поймешь, где что происходит. Это такой цирк с этими. Они же ликвидировали по всей стране управление юстицией. Просто нет. Понимаете? А вместо них оставили... Вот у нас есть вот она общая служба, которая сейчас тоже съехала. Я бы неделю назад зашел в там густое здание. Просто никого нет. Это самое такое. Но в обмен на это... Они сделали так называемые органы. То есть у вас по ходу сейчас регистрация осуществляется центром админпостов при экономичем комитете. Центр какой? Админпостов. Он должен быть у вас. То есть у вас надо проверить либо в вашем районе, либо в Киевской городской администрации. Выяснить просто, кто осуществляет регистрацию. Ну это все при державных администрациях или районах, или в КНГ. Да, ну при КНГ точно должна быть. Просто узнать, в какой из этих находится регистрационное дело. Туда его подарил, и вам должно быть копия тех документов. Стоит один документ 100 гривен. На самом деле, ну почти 198, что-то с копейками. Вот такой вот. Просто когда получите, то уже смотрите, дальше выйдите, что может есть смысл затребовать остальные документы. Где-то это регали. Просто я имею в виду, что когда он получит темнорогий документ, тогда можно много говорить. Немного нет. Потому что там же росписи должны стоять везде. Ну, где-то для того, чтобы собрание вот этих вот там, ну, или общая собрана. Ну, у меня есть росписи, которые, скажем так, последнего года были протоколы, были эти заранее в городе. У меня есть копия росписи. И там не хватает людей. Не, я просто рассказываю, ну, мне вот было собрание в прошлом году, когда нас перезабирали в голову. Нечего не сограли. Мы пришли, там человек нас было 30, допустим, проголосовали, сейчас против, часть замен. Амбургинского область. 245 квартир. 250 квартир. 245. Так, что эти 30 человек? Да, да, да. И вот приходят 30-50 человек максимум, и вот эти все собрания проходят их силами. Не, ну, я понимаю, но потом опыт и они, значит, когда эти сборы провели, они обыдывания сделали. Не 10 дней? И обыдывания сделали, они положены, там, допустим, я не помню, 10 или 15 дней. Я делаю запах. Дайте мне результаты обыдывания на первый день после того, как оно прошло. Они мне дают на следующий день, после того, как обыдывание, о том, что еще не готово. Ну, если не готово, если сроки прошли, значит, не принято. Решение не принято. Мало того, потом они мне дают этот протокол. И в этом протоколе, если я знаю, мы же голосовали, у нас было, допустим, там, 15 против, там, 10 за. А мне дают протокол, где 100% за. Ни одного против вообще нет. Даже на собрании было 15 против, 20 за. Они должны учитываться в общем протоколе. Представляешь? Так это да, надо собирать тех, кто голосовал против, писать, что это явная пределка документов. Но идет давление на людей такое, что люди вот так вот все. Это все в протоколе написано. Что при голосовании, там, столько-то было против, написано. А протокол, я подписывался. Ну, правление проводило в пути. Нет, я имею в виду, что на самом, на самом, там было это собрание. Там ничего не подписывалось, потому что там не было принято решение. Это просто повредено. Это как вариант, тогда надо снимать на видео. Снято? Да, сняли и показали. Снято. Тем более, тогда подавали, подали суд. Подали суд. Суд говорит, нормально все. Наши спорезлили, это Печерская, Днепресский район. Спасибо.